дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 29 июля по 4 августа включительно для знака зодиака девы напоминаю что гадание общее оно и для мужчин и для женщин и для тех кто в паре и для тех кто одинок гадание не может проиграться для всех одинаково так как сколько людей столько судеб у каждого своя ситуация одна карта может иметь много значений и много оттенков я озвучиваю для вас многие варианты по одной карте а вы должны брать для себя ту информацию которая подходит больше именно вам уважаемые девы мне всегда вашему знаку тяжело гадать почему потому что вам тяжело угодить уважаемые девы вам очень тяжело угодить вы слишком слишком все пытайтесь профильтровать излишне придирчивы придирчивы да я говорю об этом говорю то о чем думаю и сейчас по традиции пока я то свою колоду вы можете загадать картам один вопрос также загадайте временной срок по поводу своего вопроса для того чтобы вы понимали в каком периоде ваш вопрос проиграется негативные комментарии оставляйте при себе если вам что-то не нравится не смотрите переходите на канал и других тарологов честно скажу вот честно скажу с делами всегда очень сложно особенно если говорить о женщинах то вы над миром вы выше всех вы высоко вы все знаете и многим из вас это гадание просто не нужно итак приступим первая карта покажет ваши эмоции ваше настроение ваши мысли на начало этой недели какими они будут и кстати эта карта которая останется на дне колоды будет отвечать на ваш вопрос да или нет по поводу того что вы сейчас загадали вторая карта покажет общий фон событий всей недели для вас в этом периоде что происходит ваших парах что вы чувствуете в отношении своего партнера или партнерши и что он или она чувствует в отношении вас также мы посмотрим что происходит вашей рабочей деловой сфере что происходит социуме во взаимодействии с другими людьми что происходит у наших одиноких дев на этой неделе эта карта для вас что с вами будет происходить в конце этой неделе и карта совета для вас на что нужно обратить основное внимание карта которая осталась на дне колоды ответить на ваш вопрос да или нет но ее мы рассмотрим в конце чтения вашего расклада и так начало этой недели ваши мысли ваше настроение довольно таки позитивный настрой и может быть я зря зря наговорила но тем не менее остаюсь при своем мнении карта пожать чаш говорит о том что многие из делу пребывают в таком легком романтичном настроении легкость душевность желание реализации каких-то творческих идей в каких-то творческих планов это какие-то приятные телефонные звонки переговоры к вам идут какие-то положительные известия в начале этой недели может быть и вы сами будете инициатором каких-то положительных новостей для кого-то но что-то какая-то информация однозначно вас порадует конечно о чем-то вы мечтаете но для кого-то для одиноких это могут быть вообще как новые знакомства и паш чаш как раз может об этом говорить о каком-то романтике в вашей жизни давайте посмотрим общий фон событий всей недели и то о чем я говорила наши дорогие девы вы слишком настороженно относитесь к окружающему миру и к тем людям которые вас окружают вы во всем видите врагов и вражескую обстановку вы не доверяете людям вы всю информацию проверяете вы ее анализируете вы думаете вы мыслите вы у вас конечно ментал мыслительные процессы хорошо развиты вы умеете пользоваться этим конечно эта карта показывает что недорожелателей у вас хватает но подобное притягивает подобное переходим дальше к тому что происходит в вашем партнерстве в вашем партнерстве туз мечей показывает ваши чувства и пятерочка чаш говорит о чувствах вашего партнера или вашей партнерши конечно напряжение в ваших парах и прежде всего но я бы сказала так вы пытаетесь главенствовать в этих отношениях потому что все таки карта туза мечей вот вы берете инициативу в свои руки где-то вы действуете в отношениях жестко вы где-то пытаетесь на своего партнера давить его построить где-то подавить его волю в чем-то по пятерочке чаш ваш партнер отвечает вам взаимностью он расстроен он недоволен он думает о чем-то о каком-то своем интересе конечно по этой карте разочарование в семье в семейной жизни и вообще если брать эту связку карт конечно это скандалы это какие-то хитрости и манипуляции в паре которые взаимно происходят между вами ну в общем то ну вот так вот на этой неделе давайте посмотрим что ждет наших одиноких дев карта отшельника старший аркан говорит о том что многим комфортно в своем одиночестве и многие из вас испытывают удовлетворение вот от того что вы ну самодостаточные что вам никто не мешает новых знакомств на этой неделе эта карта не предполагает вы больше погружаетесь себя вы многие по этой карте философы мыслители вы любите по философствовать поизучать что-то ну вам конечно это в плюс это хорошо но где-то излишняя вот это вот мыслительные процессы мешают вам организовать свою личную жизнь давайте посмотрим что происходит вашей рабочей сфере независимо от того кто не смотрит мужчины девы или женщины тройка старший аркан императрица говорит о росте о развитии о том что если смотрят меня девы женщины то вы можете сами быть как человеком который организовывает свою работу здесь у вас как и могут быть удачными и какие-то новые начинания и новые сделки договора вот на этой неделе вот все что будет проходить по работе будет решаться у вас удачно но излишне вот все-таки вы недоверчивы к людям по вот этой карте рядышком идет королева жезлов это говорит о том что у вас есть помощник с помощница в женском лице это может быть подруга либо коллега с которой вы советуетесь по каким-то рабочим процессом да если говорить вообще о вашем руководстве для тех дев которые работают на кого-то это у вас может быть руководство в лице женщины но она довольно таки неплохой человек и если с ней по-хорошему вы всегда сможете договориться с ней вы всегда сможете договориться в любом случае вы уверены по этой карте в своих силах своих способностях своих возможностях и на этой неделе вот как бы для вас все шансы на дальнейшее развитие и перспективы на будущее для вас открываются какие-то и для тех где кто был до сих пор без работы для вас есть прекрасные возможности найти новую работу которая поможет вам развиваться дальнейшем давайте посмотрим карту на конец этой недели карта правосудия старший аркан говорит о том что все таки события этой недели для вас будут важными все что будет с вами происходить на этой неделе это важно в конце недели у многих будут может быть решаться какие-то документальные бумажные вопросы может быть что-то что связано с казенными домами да то есть какие-то может быть договора сделки которые у вас проходят через казенные дома что-то вам приходится решать но для кого-то это может быть обращение к врачам потому что все таки фоновая карта пажа мечей и здесь карта правосудия может говорить о даже по ходу к стоматологу об этом эти карты тоже могут говорить в любом случае независимо от того кто не смотрит мужчины девы или женщины вот социальной жизни у вас большой круг общения вот женщинами именно с дамами больше вы общаетесь чем с мужчинами конечно очень больших высот на сегодняшний день и в своей работе вы уже достигли и тут вы конечно большие молодцы карта совета для вас на эту неделю и снова королева уже королева чаш две королевы вашем расклад это две искренние подруги надежно рядом с вами есть женщина может быть партнерша в работе может быть просто ваша подруга или хорошая знакомая которая будет вам в чем-то как-то помогать если говорить о мужчинах то тоже здесь большое влияние на вашу жизнь будет оказывать вот светленькая женщина и также если смотрит меня женщины девы то больше легкости в решении каких-то вопросов эта карта вас призывает к тому что больше легкости и все-таки есть некая женщина с которой вы будете договариваться которая вам будет каким-то образом на этой неделе помогать если а бы подытожить всю вашу неделю конечно в парах так себе вот в семейных у одиноких тоже не очень но зато в работе на этой неделе у вас довольно таки неплохо на карту правосудия я бы взяла дополнительную наверное одну или несколько несколько карт для того чтобы посмотреть что-то здесь у вас какие-то разрушения что-то у вас не получается какие-то мечты надежды что-то как будто бы может быть какие-то у кого-то мечты надежды вы возлагаете на то чтобы куда-то поехать где-то отдохнуть но вот как будто бы дороги вам закрываются к сожалению на уровне иллюзий пока все это в вашей жизни я не вижу какого-то движения может быть но немножечко позже не сейчас либо какие-то трудности с оформлением каких-то бумаг документов что-то здесь тоже у вас какие-то неясные непонятные вопросы могут быть для многих из дел ну давайте посмотрим карту которая осталась на дне колоды им который ответит на ваш вопрос да или нет карта колесницы однозначно на ваш вопрос говорит да то что вы загадали вы получите кстати говоря если вы загадывали поездки вот все-таки поездки у вас осуществятся однозначно но во многом вот для того чтобы добиться положительного результата в вашем вопросе инициативу вы должны брать в свои руки и ну как-то ускориться и вы получите желаемое вы однозначно получите вот таким был для вас расклад на эту неделю уважаемые девы если подытожить исключительно старшие арканы которые выпали для вас на эту неделю в том порядке в котором они шли конечно вот у многих дел в связи с вашим собственным развитием с вашей собственной реализации с вашими собственными ну так сказать амбициями и талантами здесь вот я смотрю что конечно вы много делаете для того чтобы наладить как-то свою жизнь вывести ее на какой-то должный уровень но что-то у вас пока в ближайшее время может не получаться есть какие-то помехи либо где-то вот в какой-то момент вы не прислушиваетесь к своей интуиции к своему подсознанию либо вы можете допустить какую-то ошибку какую-то ошибку я бы взяла еще дополнение сюда что вам нужно знать на сегодняшний день скрытые факторы по поводу тех важных моментов вашей жизни вот что для вас самое важное на сегодняшний день тут у вас как будто бы что-то не получается давайте посмотрим скрытые факторы на что вам нужно обратить внимание для того чтобы вывести вот эту ситуацию на должный уровень одна карта я думаю что будет достаточно карта нахемы говорит о том что на вашей шее сидит очень много людей которых вы сами себе посадили на голову и с вас просто вот какие-то люди вытягивают энергию пьют соки энергетические вампиры рядом с вами и ну вам нужно пересмотреть свое общение свое окружение вот те люди которые вас окружают если вы в ближайшее время не на не наведете порядок в своем окружении эти люди будут по-прежнему тянуть с вас энергию и вот что-то как у вас не получается из-за кого-то или из-за чего-то это люди которые могут сознательно вам создавать какие-то помехи но это может быть и ваша семья и ваши близкие которые не сознательно создают вам препятствия благодаря именно из-за того что они слишком многого либо требуют от вас либо ну вот здесь какая-то навязчивость идет навязчивость в отношении вас и вам приходится кого-то терпеть подумайте об этом и пересмотрите свое ближайшее окружение и вообще людей с которыми вы имеете дела пересмотрите может быть и в партнерстве в рабочих моментах может быть все ли партнеры выгодны для вас те ли партнеры с теми ли людьми вы имеете дела потому что здесь вот у вас как какие-то конфликтные спорные ситуации и моменты разрушения вашей жизни у вас что-то из-за кого-то может не получаться вот таким был для вас расклад на эту неделю я всем желаю хорошего настроения удачи побольше легкости уважаемые девы и ладно воздержусь в общем-то всем удачи подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться и всем до свидания